Лесными участками в Павловском районе Содружество владеет уже 7 лет, но именно тогда, по данным Минприроды, предварительного согласия на проведение сделок с дочерними предприятиями холдинговой компании выдано не было. Спустя годы это нарушение, допущенное самим ведомством, стало причиной возможного расторжения договоров на аренду. Руководство Содружества уверяет, если предприятие лишится возможности заготавливать древесину, его сотрудники, в том числе высокотехнологичных производств, заводов домостроения и цеха деревообработки, могут лишиться работы. И приводят примеры. В 2020-м компания уже потеряла участок в Панкрушихинском районе. Тогда Минприроды расторгла договор через суд. Итог мы знаем. 150 человек выброшены из предприятия, ликвидировано самое крупное предприятие на территории Панкрушихинского и Крутихинского районов. Древесина, которая заготавливалась и проходила через все наши легальные предприятия, официально перерабатывалась. Она теперь заготавливается там кем-то в Панкрушихе, я не знаю кем, куда она идет. Тоже большой вопрос. К слову, тогда, по словам руководства, предприятие потеряло почти 90 тысяч кубов древесины, которая шла в переработку и не готова потерять еще столько же. Оставшегося сырья, говорят, они просто не хватит, чтобы обеспечить работой людей. Я хотел бы вернуться к людям. Я хочу вернуться к рабочим, которые на сегодняшний день... Мы потеряли Мамонтова, мы потеряли Залесова, мы потеряли Знаменку, мы потеряли Фрунзу, мы потеряли Панкрушиху. Мы потеряли... Там нет теперь коллективов, которые могли работать. Холдинг Алтай-Лес, в который входит Содружество по результатам 2021 года, занимает 11 место среди сотни крупнейших налогоплательщиков. Это 1 миллиард 750 миллионов отчислений во все уровни бюджетов. Кстати, в компании отмечают, что сейчас в отраслевом сообществе заговорили о возможном введении моратория на расторжение договоров о рентных участках, как мере поддержки лесников в сложный экономический период. Как высказал президент, в сегодняшней ситуации ключевая ставка государства должна быть сделана на частный бизнес, на предприятия, реально действующие, на реальный сектор экономики, который производит собственную продукцию и могут вытянуть в это тяжелейшее время. К слову, в Минприроды пути решения вопроса тоже предлагают. Вернуть себе право аренды лесных участков в Содружество, по словам министра, может. Способов несколько. Либо мы проводим, стараемся быстро аукцион провести на право заключения аренды, либо конкурс на право заключения аренды на этих участках. Пока спор между Содружеством и Минприродой не завершен. Возможно, встреча в таком составе не последняя. И договориться все-таки получится. Ведь на кону существование предприятия и судьбы людей, лишить работы которых нет желания ни у одной из сторон. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком.